Так, ну что, попробуем проимитировать лис. Как бы... Вот. Наши... Черемуховые листочки. Так. Вот тут они, да? Вот так. Угу. И как бы с них попадали. Попадали-попадали такие. Так. Как-то бы вот сюда прикрепить еще. Ну, не знаю, как... Да. Это у меня были иголочки такие. Ну, вот их что-то не могу я найти сейчас. А ведь было много. Так, есть другие, но они с желтой сухочкой. И они не очень подойдут. Так, как же тебя закрепить так, чтобы ты не двигалась? Так, так вот. Так, вот. Угу. кустик тогда здесь эти приколю точно вот так так надо теперь поставить камеру искусками рассмотреть сквозь объектив так вот давайте ребята посмотрим девчата как строился этот ночью поначалу я решил так что туда но это просто пробное было я смотрел на расположение сожалению вот этот кусок коры он был мокрый и он остался желательно было конечно сухой светлый но не выберешь да тут я начал искать как лучше положить веточку и так и клал эдак и мне все это не нравилось активно не нравилась мне эта ветка почему-то она не напоминала мне черничную ветку поэтому я снял ее сзади посмотрел на нее ага и начал перекладывать вот так уже более-менее начало что-то складываться но это как бы все равно понимаете нет ощущения леса и все хоть то убейся не то я чувствовал что не то изменил угол опять же искал тот сучок мне помешал вот тут он внутри сидел у нее ты поймай как раз нужно вместе тогда и мне пришлось его вот так закрыть вот когда я закрыл и положил сюда кусок мха все вроде начало становиться на место я понял куда идти то есть начал двигать камеру начал двигать перспективу но все еще не нравился угол как бы веточка легла уже хорошо но там пусто здесь как бы это не то это не лес так это уже лучше если скадрировать наверно будет более-менее ничего но я пошел дальше то есть начал тут тоже вот неплохо кстати ну вот это вот проплешины здесь сверху мне не устроили это подумал думаю нам оттуда что-то положить может быть цветочек какой-нибудь я начал я цветочек класть он понял что он на себя тянет страшное дело сколько тут у меня просто сорвался и вот я нашел и вот наконец-то я нашел именно тот температуру единственно что вот поменять температуру и прекрасно все уже отлично смотрится но я хотел идти дальше снимал 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 и его опять положил цветочек еще раз убедился что он тут нафиг не нужен я вспомнил что я по дороге сорвал два таких сеньки как звал вот я их туда положил и положил еще один кусочек мха сюда продвинул вот сюда вверх смотрите раз мы все и больше ничего не в этот момент кончилась моя батарейка но мне было уже все равно потому что я нашел то что я хотел температуру двигаем так вот они такие ненавязчивые эти два цветочка да как раз вот то что мне надо видите вот этот ну но он декоративнее но это все таки садовый какой-то цветочек а вот эти похожи на полевые и вот теперь это веточка идет по диагонали здесь мы видим очень хорошую резкость вот декоративная кора лежит и в общем я остался этим доволен сейчас я посмотрю может быть нет вот так аккурат вот так аккурат может быть еще знаете ли пройти вот это здесь но спанер чересчур размер побольше сделать так белая с этим не не чуткость не надо света вот и света вот тогда но я думаю что вот теперь-то она как раз хорошо все открываем это я хотел вообще-то ну давайте это возьмем и это поправим сейчас вот так высветим чуть-чуть теперь экспонер теперь полностью света добавим свет вот так тенечек приберем белый о пляне так ну и вот так она смотрится очень и очень и неплохо ребята правда плавный переход в размытие в этот раз я этого хотел и добивался и у меня все получилось все равно как бы черника осталось главный за счет того что она по цвету самая такая темненькая насыщенная и что ему сюда можно было положить еще парочку ну да ладно чушь теперь открываем изображение и смотрится она очень даже неплохо сейчас я еще посмотрю может быть ее немножко немножко вот так вот тут высветлить вот тут вот вот так а вот так закрыть опять же тут прикрыть малость но нет сначала так вот так вот так вот ну и отлично угу сохраняем сохраняем